Ну и от неспешных британских новостей к горячим египетским. Страна кипит, площадь Тахрир заполнена противниками президента Мурси, требует его отставки. Он уходить не хочет, военные тем временем предупреждают, гражданской войны не допустят. Вот сейчас появилась информация о том, что Мухаммед Мурси даже не сможет уехать из страны, как передает канал Аль-Хаят. Президент находится под домашним арестом. В Каире сейчас работает наш корреспондент Андрей Цеплиенко. У него узнаем последние подробности. Андрей, добрый вечер. Что сейчас происходит? Что с президентом? Что тебе известно? Добрый вечер, Анастасия. Тахрир сейчас ликует. Площадь кричит так, что я, откровенно говоря, стоя на балконе шестого этажа, не слышу собственного голоса. У этих людей масса претензий к президенту, но требование только одно. Оно изложено вот на таких красных плакатах, коротким арабским словом «Ирхаль», что переводится как «Уходи». Ну, революция, революция, бизнес с бизнесом. Такие плакатики здесь продаются по цене, равной примерно одной гривне. Армия выдвинула свой ультиматум президенту. Распустить парламент, приостановить конституцию, назначить новые выборы. Действие ультиматума уже истекло два часа назад, но пока никаких действий армейцы не предпринимают. Впрочем, каждый раз, когда армейский вертолет проносится над площадью, площадь ликует еще громче. Обстановка, в принципе, мирная, хотя наши местные коллеги утверждают, что несколько дней назад здесь в толпе неизвестными была изнасилована голландская журналистка. Этим делом сейчас занимается полиция. Андрей, спасибо тебе большое. Мы, к сожалению, вынуждены прервать наше прямое включение. Спасибо, это был Андрей Цыплиенко. Он следит за ситуацией на площади Тахрир в Египте.